У меня замечательная семья, хороший муж. Садитесь, садитесь. Да, конечно. У нас трое детей, но вот в чем дело. Я всегда мечтала, чтобы у меня было много детей. Но вот муж мою мечту не разделяет. Ну трое нормально же уже. Для меня это не что, да? Нет, это не что, да? Ну это же, ну как бы, игрушки там на него вешают, как бы. Ёлочка не всегда выдерживает. Ну то есть четыре игрушки уже на ёлочке сейчас висит, большие. Вот. Это же не маленькие игрушки, жена и трое детей. А ёлочка уже трещит. А игрушки говорят, еще хотим вешать больше. А ёлочка говорит, что-то тяжело мне держать больше игрушек. Мне довольно, ну то есть он состоит у меня человек. А, то есть он выдержит, да, больше игрушек? Вообще без проблем, да? Да, он занимается водопроводительностью. И я знаю, что он выдержит там десятерых. Да? Но он не хочет, да, напрягаться? Да. Ну не знаю даже, почему он не хочет. Боится? Он хочет уехать в другой страну иногда. Но, видимо, его это, у него боязнь, что, ну, эти перемены. Это же надо всю семью перевозить. Он хочет путешествовать. То есть у нас несколько разные с ним представления о жизни. Ну понятно, женщина же, она замирает на месте, как бы, у ней вот норка есть хорошая. И все. Куда путешествовать теперь? И так хорошо. Зачем куда-то путешествовать? Да, женщина? Замерла. Замерла, вот хорошо встала, и все. Детки есть, норка есть, деньги есть, все. Никуда не поеду. И здесь хорошо. Природа разная, женская, мужская. Мужчина куда-то несет мужчину постоянно. Ему надо куда-то бежать. Не может на месте остановиться. Разные люди, мужчины, женщины разные. Ну, или с помощью любви вы можете его успокаивать. Влияйте, воздействуйте так, чтобы его никуда не несло. Когда женщина с любовью, когда женщина с любовью говорит мужчине что-то, не со страхом, не с напряжением, а с любовью, то это проникает очень глубоко в него. Если она одно и то же с любовью говорит много дней, много раз, то постепенно он принимает это все со временем.